Будет интернет? Скорее всего завтра, после завтра, я так думаю, примерно будет. Завтра, послезавтра. И просто вот www.anzor.tv и всё. www.anzor.tv А там уже у тебя, наверное, миллион записей. А как вот мне найти то, что мне надо? То, что наше, ты сразу увидишь. Мы там будем с тобой стоять, да. Саш, мы там будем с тобой стоять, с автором стоять. Короче, завтра, послезавтра вечером я тебе покажу. Хорошо? Алло? Нет, нет, нет. Я не приеду, я завтра, послезавтра. Мы едем в Солнечную Калифорнию, он не приедет. Мы едем, всё, Анзор меня забирает в Солнечную Калифорнию. В Солнечную Калифорнию. Мы едем. В казино играть. В казино, на вот этом, как он, на каблучке. На каблучке, если он доедет. В чём? Я очень сильно сомневаюсь. А сейчас... Да, минут 10-15. Я тебе тогда перезвоню, и мы поговорим о любви. Да? О более высоких чувствах. Да, о более высоких чувствах, как говорит Анзор. Зайка, всё, давай, я тебе перезвоню. Там она там. Так. Итак, мы едем по лучшим улицам Юрмальской... Юрмальского района в Булдуре. Вот, наша компания выпускает вот такие вот журналы, Амбар, где написана самая важная информация для тех, кто хочет посетить Латвию и конкретно Юрмалу. Ну и Ригу тоже. Это по Латвии, да, выходит журнал этот? Ну, он не выходит, у него нету в продаже свободной. Он только из рук в руки, очень эксклюзивный журнал, очень ценная информация. Или подписаться может, да, я так понимаю, нет? И нельзя подписаться. Нельзя. То есть, лично к тебе надо приехать, чтобы его получить. Да. Всё, я понял. Да. Вот такой журнал. Друзья, вот такой журнал. Видите, вот два года я ехал, чтобы получить вот этот вот журнал. Вот такие вот в жизни события происходят. Возьми с собой, ну, почитай где-нибудь. По дороге. Вот у нас электричка шурует из Риги. Ага, это вот здесь вот. Да, вот ты проезжал эту станцию и вот тут я тебя забрал. Вот эти вот дома, это частные или это государственные? Нет, тут практически ничего государственного нет. Частные. Юрмала, это деревня чудес. Юрмала живёт за счёт россиян. Угу. Потому что недвижимость, ну, наверное, на 70%, если не больше, принадлежит россиянам. Угу. Кругом строительство. Всё строится. Всё строится и тут же продаётся. Угу. Угу. То есть в Риге такого нету, да? Вот в таком плане? Нет. Может быть и есть, но не так много, как в Юрмале. Потому что Юрмала как-то, ну, вот считается загородный курорт, такая частичка чего-то. Угу. Курортная зона, в любом случае. Здесь в советское время, в советское время были такие здравницы, всякие лечебницы, санатории. Вся Юрмала состояла вот из этого. Угу. Здесь нету свободной земли, всё кому-то что-то принадлежит, но с другой стороны, если у тебя есть деньги, ты можешь купить то, что ты хочешь, если ты это потянешь, потому что мне понравился этот дом, он кому-то принадлежит, предложи, как в каком-то фильме, игрушка, это был французский Пьерри Шарф снимался, это ваш дом, да, мой дом, я хочу его купить, ха-ха-ха, хлоп, там, чемодан денег. Да, да, нормально. Это, я думаю, после Невады мы с тобой так будем, здесь недвижимость закупать. Точнее, не Лас-Вегаса, точнее, а не Невады, да, да. Да, да, да. Вот Невадка. Да, да. Так, вот это вот самый такой, остался из ныне действующих курортов ещё с советского союза, санатории Беларусь. Беларусь? Беларусь, да. Да, здесь вы можете поправить своё здоровье, ну, так, во всяком случае, обещают, что если вы здоровье где-то потеряли, вот тут вы его можете поправить. Да, точно, Беларусь. Санаторий Беларусь. То есть он как в советское время был, так и сейчас функционирует. Да, он и сейчас там бассейны. Какие-нибудь лечебные. Лечебные, говорят, даже с лягушками. С лягушками, да. Да, потому что вода дорогая, не поменять, ну, что сделать. Сначала с лягушкой купаешься, потом её ешь, да, по-французски. Всё вместе. Тут уже вот море, всё, через 200 метров за все, эта дюнная зона уже идёт, всё, и за этими сосенками уже море бьётся, всё. В гостинице, вот Амбар, 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 вот журнал Амбар, вот гостиница, всё. Ну, Амбар, это, я так понимаю, уже известный бренд здесь, потому что я ни разу его уже видел, вот этот Амбар, да? Да, да. Частные дома многоквартирные на 10, на 15 квартир. То есть если вы очень богатый человек, у вас немерено бабла, и вам негде его отмыть, приезжайте сюда, всегда вложите деньги в недвижимость, получите вид на жительство и отмоете. Вступите в какую-нибудь даму. Чтобы получить вид на жительство, это на какую сумму надо недвижимость покупать? Я не буду врать, 300 тысяч, по-моему. 300 тысяч. 300 тысяч, покупаешь недвижимость и получаешь вид на жительство. Ну, это хорошая сумма. Да? Не маленькая, да. Это получается 400 тысяч евро, чем-то, даже больше чуть-чуть. Нет, 300, по-моему, 300, нет, 300 тысяч латов или 300 тысяч евро брать не буду. Ну, почему, вот видишь, какие дома, посмотри, вот все дома, все строятся, строятся, строятся. Да, вот эта красивая. Квартиры продаются, продаются, продаются. Купил землю, построил дом на 10 квартир, продал эти квартиры. Если не получилось продать, сдал их. Но лучше всего, конечно, продать. Вот самый один из первых знаменитостей здесь живут. В основном все люди обеспечены. Рядом с концертным залом в Цинтере. Вот этот вот домик, квартира стоит сумасшедших денег. Квартиру купили, обслуживание. Раз в месяц еще тысячу тебе выпишут за коммунальные услуги, за то, что мусор выносят, за водичку, за все и все. То есть обслуживание тоже не дешевое? Да, да, обслуживание. Раз человек может позволить купить себе такую квартиру, он может, наверное, заплатить такие же деньги за обслуживание. И все, и владелец дома сижу, курю, варка идет. Чего не надо. Вот знаменитый концертный зал в Цинтере. Здесь происходит сейчас рестайлинг. И вот что-то пытаются из него... Что-то новое сделать, да? Что-то новое, под старым названием. Оно как бы переходит к другим хозяевам или просто... Нет, просто решили обновить, потому что группа артистов, которые приезжают сюда, говорят, что ну что такое, у нас так много, у вас туалет тут один. В общем, тут идет переставрация. Друзья, это где новая волна проходит? Вот это место мы сейчас. Новая волна, КВМ, КВН. Клаб. А тут со всех сторон, кругом, частная недвижимость и гостиницы, 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 гостиницы. Но здесь не дешевые гостиницы, я скажу. Ну, так можно найти за 30 евро на ночь. За 30 можно найти? Да, за 30 евро можно найти. Можно сейчас в зимний период, не то что можно, их море, потому что Тюрмала пустая. Тюрмала – это летний город, когда летом здесь не пройти, здесь вот надо идти и друг от друга тереться. А зимой все, тишина и покой. Если погода хорошая, приезжают из три и еще из ближайших городков, деревень, поселков, отдохнуть, погулять, подышать морским воздухом хорошим. А если погода плохая, то просто мертвая деревня, потому что, повторюсь, не сезон, недвижимость принадлежит россиянам, россияне уехали в Россию и все стоит мертвое, нету никого. Ну, зимой, наверное, предпочитают все-таки отдыхать в других местах. Да, может быть. Генарские острова. Вот известная самая гостиница Балтик Бич. Красивое здание. А, вот это? Нет, Балтик Бич. У меня вон тут здание какое-то красивое там. Да, единственное, я не знаю, говорят, что единственное в Юрмале, которое имеет пять звезд. Как бы с виду, конечно, оно не похоже, что оно имеет пять звезд, но поверим на основу. Да, поверим на основу. Тебе как здесь самому вообще вадим живется? Мне нравится. Нравится? Мне нравится. Легкость есть такая вот от жизни? Свободно. Свободно, да? Очень легко. Ну, спокойно. Дело в том, что вот приезжают те же россияне, да, и встречаешь в аэропорту, и везешь сюда. 10 километров, ну не 10, ладно, 17 километров от Рижского аэропорта до Юрмалы. Доезжаем за 10 минут. 10 минут, и все, и мы уже в Юрмале. Они едут и прутся, говорят, фантастика. Мы в Москве от Шереметьево до нашего дома расстояние в два раза меньше, чем от Рижского аэропорта до Юрмала, но мы добираемся 3-4 часа. Это невозможно. А здесь приехали, дороги пустые, никого нету, никому ничего не надо, и приехали просто отдыхать. На Разлабоне. Да, в общем, вот так вот все это и происходит. Вот что такое Юрмала. Станции железнодорожные, Майери, дальше. То есть, всего 17, да, ты говорил, району вот этого? Примерно 17. Да, примерно 16. 16-17, да, район. Они чем-то отличаются друг от друга или просто чисто? Да, отличаются. Лелупе, Булдуре, Майери, Цинтере, ну, может быть, где-то часть, ну, нет, наверное, вот эти такие очень дорогие районы, хороший частный сектор, но потом пошло уже там Дублд, и Меллажи, тоже чуть-чуть так ничего. Ну, а район, например, Каугури, это уже спальный район. В Юрмале 50 тысяч населения, чуть больше, из них, не знаю, там, 30 тысяч живет в Каугури. То есть, не чисто курортная зона это все? Нет, то есть спальный район? есть спальный район, а тут вот все-таки эксклюзив. Здесь нету никаких высоток, здесь сплошной частный сектор. Поэтому, конечно, все в разы дороже. Получается, высотки тоже есть, вот этот, в спальном районе, в спальном районе, да, пятиэтажки, девятиэтажки, все есть. Там далеко, чтобы не видно было. А здесь все, для гостей Юрмала, здесь все чистенько, красивенько. Лилупе, Булдуре, Цинтере, Майере. И на этом все. На этом вся шикарная Юрмала, наверное, заканчивается. Дальше, где были Кемери, Ян Кемери, где все эти санатории, это все уже там, ничего такого нет. А вот смотри, Вадим, как ты, твое мнение, допустим, вот с той же России, да, человек хочет приехать сюда, вложить деньги. Ему здесь вкладывать недвижимость, больше интерес в том, чтобы просто, как, ну, для себя расслабиться, то есть, очередное хорошее место. Или же для бизнеса тоже это нормальный вариант? И для бизнеса нормально, и, конечно, для отдыха, потому что здесь, если там у него вся жизнь на ногах беготня, здесь все это более спокойно, здесь все доступно, доступно. Не надо никаких там совершать прыжков через голову, как-то так, ну, все уже цивилизованно. Мне кажется, Россия очень отстает от Европы, ну, лет на 10 минимум. Не от всей Европы, от всей Европы может быть и побольше, но от Латвии точно отстает. Хотя мы тоже где-то там, не на первых ролях, но более цивилизованно. Они сами все приезжают и говорят, господи, как здесь здорово, все доступно. Позвонил, через 5 минут, и все, там у одного приехал известный человек, ну, украли у него с Морседеса зеркала. Позвонили, объяснили, тут же приехали. Никаких страховок там, никаких проблем. Все тут же написали. Все, что надо. Ну, 5 минут, спокойно, все, одним звонком. Любая справочная, позвоните в Москву, справочную службу. Я один раз позвонил и спросил, дайте мне офис Хьюлит Паккарт. Она спросила, что такое Хьюлит Паккарт? Она долго искала, а потом просто тупо бросила трубку. Хотя телефон был платный, не просто там 0,9, а какой-то платный номер, чтобы дали подробную информацию. Платная служба была? ничего она не сделала. Самый легкий вариант, который она нашла, это бросить трубку. Здесь ты позвонил, через 3 секунды, если даже там занято, через 4 секунды с тобой соединится оператор и решить все твои проблемы, все, что тебе надо, куда, где, чего. Тебе предложат несколько вариантов. Решай сам. У тебя есть своя голова. Тебе предложат несколько вариантов. Ты решишь мне вот этот выгоден или вот этот. Все гораздо проще. Все очень просто. Я тоже сомневался, вот когда вступал в закон, в силу закон о страховании частного транспорта. Это мой транспорт. Я хочу страховку. Почему меня, ну, мне навязывают эту страховку? Я не хочу его страховать. Зачем мне тратить деньги? А потом как-то все это, где-то там тюкнули тебе машину, вышли, вместе закурили, поболтали о жизни, о том, о сём. Все само собой. Все само собой. Да, да, да. На следующий день мне уже сделали машину, и пусть страховка разбирается с тем, кто там меня ткнул. У меня вообще никаких проблем. Мне уже сделали машину за 24 часа. Мне тут же позвонили, сказали, вот эта страховка работает с этим сервисом. Я приехал в сервис, сказал, вот номер страховки такой, кто там меня ударил. Все, забрали, сделали машину, и тебя больше не торгает. Как они получат деньги за твой ремонт, что там сейчас... Цивилизация. пару-тройку лет назад было такое, почему в России, прошло 10 лет, в России вопрос, почему меня заставляют страховать машину? Я не хочу, я не знаю, ну то есть, вот 10 лет такая разница, есть с чём-то, мы пересекаемся. То есть, Латвия, это уже 10 лет назад, да, вот это все? Я понимаю, что мы далеко от каких-то стран Европы ещё на 20 лет, и что от Америки мы очень далеко, но как-то стараемся идти вперёд. Вот наша родная мойка, ресторан, детская площадка. Друзья, совершили такую прогулочку. Да, по ближайшим районам. Да, по ближайшим районам Юрмалы. Сейчас зайдём в ресторанчик, попьём чайку, поговорим о жизни. Пойдём. В дальнейшей нашей... Пойдём. Вот пока всё. Смотрите, Азортовой, двигаемся в Голливуд, солнечный поликон.